Сегодня у нас 20 августа 2015 года. Утро, где-то в час. Вот мы здесь находимся в деревне Потеряевка, возле дома, где и Павла Лапкина. Убираем у него тут, очищаем двор. Вот Никита работает, Иначе, тут тоже очищает все. Вот так вот. Иначе, какая цель-то очистки этой территории? Это Павел, брат наш, он бы ему было отказано жить здесь, он вел себя, нарушал устав, закладывал. Ну и сейчас он корченый живет, вот приехал. Но он сделал эти кольца, там для перехода в одном месте. Они потребовались нам бетонные кольца, но пройти невозможно. И вот что нужно делать? Вот он репей, его видно какой, насколько выше роста человеческого. Вот вчера я пришел, вчера преображение было 19 лет. Работать нельзя, но я привел вот это Никита Колесников и Сергей Пупков. Показал как, как именно работать. Потому что, ну просто так не сделаешь. Вот иди посмотри. Вот репей. У него корневища там идет на метр, его нельзя высыпать. И рубить здесь... Сережа, надо на четвереньке становиться здесь, чтобы вам не рубить железо. Теперь вот, я ее нахожу. Теперь репей. Вот я подставляю под самый корень. Я им показал, как это делать, чтобы сохранить лопату. Вот корень. Я в нее нажимаю. Все. Теперь я беру корень отрубную. Она вырастет в следующий год, нам нужно в проезд туда. У него везде разбросаны доски. Досок моря. И доски все с этими, с гвоздями. А это крапива. Ну крапива, вот она, видишь какая. Я стою перед ней, у меня метр семьдесят два. Считай какая. А репей еще выше. Вон он, давайте видать это. Уже он пожил тел. Все. Ну я все показал. Ребята двое. Я говорю, вам понятно, как делать? Нам нужно пробиться. В прошлый раз трактор заходил и проткнул колесо. Почему? Гвоздь прямо не стоит так. Он когда в доске забитый-то. Ну представь себе, это сколько мы и ты создали. Ну кто это, я не знаю. Это не мы. Я говорю, вот от дороги. От дороги в начале сегодня они убирать, подкашивать, срубать траву. Ну видно, что тут уже идет работа. Я сказал, вот здесь вот место дальше, свободное, там разобрать, положить. Направо там репей. Уже другой стороной разворачивать. Никита, иди сюда. У тебя удивительный талант все переворачивать. Я такого еще не встречал. Впервые за 76 лет я встречаю человека, который любое указание вот так делает. Ты положил его сюда не камельком, а вершиной. Теперь тебе как проходить-то весь репей-то тебе в морду сует. И они лежали все так. Но ты развернул так. Почему? Один раз ты пронес, и полностью все перевернут. А зачем ты ее повернул сюда? Объясни. Объясни, зачем ты повернул, когда тебе через нее лезть. А раз лезть нельзя, ты начал бросать на дерево. Вот это дерево они завалили уже, Сергеем. Завалено было. Я говорю, давайте заново откопаем. Гнилое, не гнилое в сторону. Ну культура какая-то должна быть. Он ничего не отвечает. Это не он делает. Ему это не надо. Разворачиваете весь его обратно. Это ему идти через репе и через макушки. Он их повернул все сюда под ноги. Я сказал, вот сделай то место, поверни их туда, наоборот разверни макушками туда. Он любую работу делает 2-3 раза, и то из-под пинка. Я откуда знал, какой человек Никита. Вот потрудиться, а уже заступается. Вы Никиту ругаете, его не ругают, его учат. Наверное, не надо его, не верно. На этом месте поверни. Вытащи сначала, потом поверни. Теперь смотри, в сторону кладешь, там могут быть вот такие доски. Ему все надо говорить. Он ребенок. Инфантильность, затянувшаяся на четверть века. Прихожу. Вот это называется переулок. Он назывался Лапкинский. Это наш дом стоял при отце. Это переулок. Переулок. Проулок у нас назвали. Переулок. Пере означает перекресток. Переулок. То есть поперек улицы. Улок. Улица. Вот там, улица центральной Марии Лапкина. Это переулок. Ну, ясно дело, переулок, тут дорога. Ее видно. Вот дорога. Машины идут по нему. Видно, что это дорога. Это Устинов Алеша строится. Вон переулок, а вон главная улица. Ну, я сказал вчера, вы только помолитесь, встаете в 4.40 и сразу сюда лопаты вчера натащил, подставь, возьмете, все. Прихожу, он ее в кучу сделал вот здесь вот, в проулке. А делается здесь вот. Вот здесь вот он. Вот этот вот, представь, это репеет. И он туда несет. Я пришел, ахнул. Зачем же ты в проулок? Ты уже проезд, Никита. Это сегодня, 20 августа 15-го года. Зачем? Вот такой стоит. Ну, объясни, зачем, когда я показал туда. Ты бы сказал, что делать не буду, как ты говоришь. Мне противны твои наставления. Он ничего не говорит. Будешь делать, как положим, буду. Но сделать наоборот. Да неверующий его выгорится пинком под задницу, похарим кулаком и выгнал бы навсегда. Я не могу этого сделать. Он брат во Христе. Его надо дотянуть до рая. К краю. Не к краю пропасти ада. Я говорю, зачем ты это сделал? Ну, ну, дальше он нет. Ну-ка это, на кого не понятно. На нем ли сатана едет. Сейчас не трогаю. Вот так, вот так. Вот сколько времени. Но теперь он уже все. Теперь смотри. Ты даришь, вот сюда вот все сложил. Вот это, вот он лежит еще. Страва пригнутые. Иди возьми. Я сказал, вот отсюда ты делаешь. Вот возьми сейчас. Если бы ты ложил сюда, вот сюда вот я сказал. Вот ты рвешь. Ты сорвал. Теперь иди туда. Считай шагами. Сколько будет? Шагай. Два. Большими шагами вернись назад. Назад. Не шаги, а метровые шаги. Метровые. Вот не сказал метровый, он не догадается. Мерись. Все, шесть. Тут бросаешь. Не надо бросать. Верни назад. Назад. Ты делаешь другое. Сколько? Шесть. Отсюда шагай туда. Что ты делаешь? Шесть здесь. Теперь я говорю, зачем? Ну, ну что, ну? Здесь нельзя. Здесь лезет. Ну. Дальше не идет. Теперь надо туда нести. Ну, ну, ну. Вот я, он страду хватил. Я это и знал. Но я сначала сюда, потом туда. Теперь мере, сколько туда нести. Шаги. Шесть. Дальше. Иди, 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 иди. Семь. Дальше. Восемь, девять. Вон туда иди. Куда пошел-то? Ну, крепью, крепью. Ну, девять шагов. Девять до шесть, пятнадцать. А там шесть. Разница есть. Так это потеря во времени. Неудовольствие внутри. Возьми вот это, это ваша работа. Здесь все выгреби и туда унеси. Когда я пришел, сам выгреб доски эти вот. Не наклоняться нельзя. Глаза, говорят, капилляры полопались. Я должен ходить за ним. Иди. Только не разверни. Он уже разворачивается у тебя в руках. Прямо на ходу. Тебе же через нее лезть и надо будет. А так камелек, он никому не мешает. Клади ровно. Если я не сказал ровно, он все будет поперек. Один вот так, другой вот так. Зачем ты сделал? Ну. И дальше все замерло. То есть не работал никогда. Компьютерные игры и все. Так, забирай, что-то здесь нарвали. И туда все унеси. Мы сейчас силы должны бросить. Там еще три кольца. Итого четыре. Договорились. Пойдем-ка я покажу, какие они. Это у меня метр. Вот это Павел. Он один все делал, заваривал. Он трудяга-трудяга. Ну, как говорит, зеленый змей хвостом захватил и прочее. Вот сейчас он на батюшку что-то говорит. Это вообще смертный грех. Что попало, говорит. Что попало. Там матушка что-то сожгла. Это где-то. Она нас сожгла. Действительно там не досмотрела. И у него яблонька сгорела. Вот яблонька. А я ее привез издалека с комом земли. Ну, один раз человек выпьет. 750 тысяч клеток умирает в мозгу. А он-то каждый день пил. Там ничего нету. Крышка одна, фуражка. Ну и что? Ну, вот она бы выросла, яблоня-то. Я бы с нее 15 лет собирал яблок. Какие 15? Тут вообще ничего нету. В Сибири. И вот теперь он насчисляет, насчисляет. Что там? А сгорело больше ничего. Там и забора не было. Был забор. Шланги были, потерялись на матушку. А шланги я дал бесплатно. Есть такой патриот России, директор РТИ, Хромов Анатолий Петрович. Мне бы найти его, кто будет слушать, отблагодарить. Я несказанно разбогател. Как разбогател? Книги. Книги, чтобы кто-то не подумал, что я богатый и меня грабить надо. Ничего не добьетесь. Я попутно говорю. Ну и что? Шланги я дал ему в два раза больше. Всем по 50 метров, ему 100 метров. Мне помогал завод. Я говорю, тебе как Вениамину. Я его люблю, брата Павла. И он это все припомнил. Ну эти дары мне тебе дал, что ты на него начисляешь. 160 тысяч пусть батюшка отдаст. У него миллионы он там. Какие у батюшки миллионы? С тарелка он не ходит. У него нет миллионов. Но батюшка везде стремится всем помогать. Его же сатана просто зациклил на этом сейчас. Слышит? И поехал к епископу. Московской патриархии. Теперь митрополиту Сергею Иванникову. И сказал. А то он мне, Павел, сказал. У нас хорошее отношение. Я ему заплатил хорошо за эти 10 тысяч. 10 тысяч. А ему надо было, как он договорился, за 6. Я ему там забитый шифер добавил, чтобы загладить. Еще приложил. Я ему написал. Или встреча была. Да встреча вряд ли была. Что отец Аким, он заражен ересью. Он был в Австралии. Был в Америке. Был в Германии. И он теперь, как папа римский, ни в чем не признает свои ошибки. То есть такой бредню. Ну епископ-то, митрополит-то я ясно видит. Павел, покайся. Ты каждый день встаешь в злобе. Зачем тебе это? Тебе уже 66 лет. 66. На 10 лет он моложе меня. Ну подойди попроси прощения. Что просить? Да какое он? То есть пьянство у него уже не на первом месте. На первом месте злонравие, злопомнение. Злопомнение уподобляет дьяволу, говорит Иоанн Злопомнение. Видите что? Как бы ехали здесь? А он говорит, я тут проезжал. Ну как? Мы должны... Сережа, вот это что вы можете? Видите, кроме железок это дерево туда, а эти железки под окно поближе вон туда сложите. Да, я вот чтобы с теми не путать. И вот эти блоки туда, он отовсюду Павел все вез. Он заботливый, он трудяга-трудяга. Все колодцы, столбы вот где это все он помогал делать. И я стараюсь каждый раз ему это напомнить, какой он добрый. Как же добром защитить. Сколько он добра сделал-то. И он совсем размяг и не знает уже мне, что и дать. Где еще не найдет? Да бери, да бери, да поклонился. Тут я при свидетелях ему это все отдал. Свидетели были у меня тут. Дал, Любу позвали и Лизу. Главное, говорит, а Лиза-то она совершеннолетняя в свидетелях. Она говорит, у меня паспорт есть. Но что я деньги ему отдал из рук в руки. А то мало ли еще заскок. И вот смотри дальше вперед, пройди, Володя. А теперь это пробивать надо. Сюда, самый конец. Какие детальки, кирпичи. Канад, трубка. А то пробить-то невозможно здесь. Куча, куча. Но мы пробьемся. Пробьемся и возьмем. Вот. Вот он сделал, Павел, сам. Он сам детальщик. Тут у него подвал мощнейший. Подвал. Это плиты. Если война будет, Хиросима. Один Павлов дом останется только. У него там наварено-наварено. Столбы железобетонные. Ну, один был. Да еще и пил. Поэтому все. Бросил, уехал. Вот. Ясное дело, никому это не надо. Вот он какой. Это вот один. Он больше тонны весит. Вот я его замеряю. Показываю. Метр. Метр высота. Метр. Это мой метр. Посмотри, какой метр. Его видно. Удобно пользоваться. У меня таких метров по полтора, по два метра. Палочки такие. Раз такими. Вот. И он говорит как. Вот это вот. Это он сам сварил. Даже поднять невозможно. Посмотри. Вот. Палец лежит. Насколько толще. Два пальца. Такая арматура в два пальца. Вот она. Даже посмотреть. Это почти 33 сантиметра. Раз, два, три. Второй к нему приварен. Заварена как. Смотри. Третья. Четвертая. И вот сюда надо продергивать. Про уши. Она там перевернутая. И поднимать. У нас нет техники. Игорь начал поднимать. Трактор опрокидывается. Ну, значит, по-другому будет. Вот. Заводская. Здесь у меня сколько. Ну, вот оно где. 14-15 почти сантиметров толщина. А которые кольца привозим из Барнаула. У них 7. Они не годятся. А это можно ложить на дорогу. На меня через дорогу надо. Это танки пройдут. И вот еще три. Вот они три. Я их у него перекупил. Они того стоят. А если как, а он вот, смотри, цепь ее. Какая цепь? Посмотри. Цепь. Большой палец мой. Вот он. Вот. Большой палец. И вот эта цепь. Посмотри, какая. Эта цепь мощнейшая. Любой корабль можно удержать. Ну, и тут вот, когда привезешь, надо вот это вот открутить. Все заржабело это. И мы договорились. Волока можно выволок. Не поднимая. А дальше, дальше будет бульдозер. Еще проще. И мы решили, пока бульдозер нам не дали, не пригнали. Дорогая цена. Привезти только его с 32 тысячи стоит отвезти. И вот 3 и 4. Но не хватает. Репей-то вон какой. А, репей-то вот он. Посмотри. Потихоньку. Я зайду сейчас этот в репей-то пробить. Вот. Это рабица. Рабица я привез, чуть не погиб с ней. Вот она где. Вот он репей. Я под репьем стою. Плантация репья какая. Вот она где. Ну, а там он еще больше даже. Это я вокруг промял его. Там искал битый шифер. Вот такая работа. Все. За это. Заполонил. Вот тут не пройдешь. И вот это необходимо делать. Необходимо. Ну, давай не делать будем. Как один тут. А зачем делать? Какой? То есть, кто не думает здесь жить, тому, конечно, ничего не надо. А я говорю вчера батюшке. Получается 207 лет назад. 15-18. Да. Получается что? Подожди-ка. А не в 18-м году? Ну да. В 218-м. Ага. Маленько нету 200-то. Получается. Это в 2818-м году. А здесь надо еще 3 года. Будет 200 лет назад поселились люди потеряевы. И вот 200 лет это правильно будет. В 18-м году здесь было. И они пруды все делали. Все вручную. Какие канавы. По скотину отделяли. Канавы сегодня еще спустя 80 лет или 100 лет. Они все еще в рост человека не заросли. Встречаются канавы. И копали километрами. Я беру в память потом предков наших. И даже нам рта раскрывать не надо. Вот сейчас если все это пробьют. И тощем вытаскивать. Вот еще тут аксаманному их там никто не украдет. Я считал, единицей измерения денежа на островах было большие камни. Камни такие большие. Там маленькие обточенные чуть-чуть. Ну и они когда делки сделали, то говорили, на таком-то острове Тасмане там камень. Но они понимают, а камень может тонн 25. Ясно не поднять. И они его перечисляют как банки. Как вот евреи-то. Евреи-то откуда еще взяли? Денег нет никаких. Они перечисляют, насчисляют им, покупают. Яхт, он не знает, что с деньгами делать, такой как Абрамович. Я видишь, куда поехал-то уже. А мы знаем, что бедная нищая, самая лучшая хранительница. Хранилище. Иногда, говорит, чтобы перевезти деньги, раньше-то этого не было. Банки, кредиты, аккредитивы. Этого не было ничего. А как, ну, сундук заковывали, приковывали к телеге охранники. И Златоуст говорит, иногда вместе с охранниками убегало золото. Самое надежное хранилище – чрево бедных. Положи туда. И сегодня же будет на небо, как Геннадий Патриарх говорил. Ты ложишься спать и слышишь вопли. А человека, который где-то согнулся под забором, и на него вода текла, и он просит только хлеба, и ты спокойно спишь, лежишь. Мы-то не такие. Я гляжу, у него ни на чем эта стенка-то стоит, угол-то. Выкрашился. Он может придавить прямо у нас здесь. Совсем ни на чем стоит-то. Вот, глянь. Задеть нельзя. Вот она, она вы... Видишь? Вот такое дело. Я сейчас, например, братьев с Игорем, я уже договорился. Пошли. Все замерили, все вымерили. Вчера я только на плотине был три раза. Один раз с Сережей, батюшку затащил, наконец, туда. Откуда землю брать? Я нашел, откуда брать. Пошли на этот конец, откуда селосная яма и кучи были-то. Ну и прямо через околок. Сунулся через околок. Дорога-то есть, и дороги нету. Почему? Оказалось, колдобоина, там воды вот так вот, и там нельзя проехать. И вот, значит, куча пропала, я и к ней не могу прикоснуться. Вторая, вторая дорога через второй околок. Полностью даже не нашли ее, заросла. Это, значит, указание, я понимаю, от Бога. Он, мы молимся об этом, умудряет. Где? В другом месте найти. Если экскаватор будет у меня и две, два самосвала пригнать. Землю-то на той стороне-то не знаем, где брать. Так тогда земля еще ближе будет. Еще не посмотришь, он что-то не ладится. Помолились, и это неладное, получается, в нашу пользу. Лучше даже, вот она какая. Вот мы идем. Я сейчас режу этот рекей. Ну, а братья вытаскивают. И вот с этой стороны, самый неудобный, вытаскивать это все. Там где-то рядом сладитесь, что это можно. Сейчас, вырубить вот этот надо будет. А как вырубить-то? Сапор-то не взяли. Ну, у меня, наверное, где-то есть взять надо будет. Клен тут на рост. Ну, еще. Все, вся территория загажена. И мы должны ее обиходить. Я пойду принесу топор сейчас и граблю. Метр унесу. Ну, вот понятно. Так, это, Никита, иди сюда. Я с тебя начал. Скажи, почему ты все делаешь наоборот, чем я говорю? Ну, я, как я сказал, сразу туда подготовить место. Или ты, ни слова не говоря, не отверг меня, ничего. Я понял, что ты принял. И попер туда на дорогу. Зачем? Почему ты наоборот делаешь? Я никак не могу понять, что ты ненавидишь работу или что? Не, временно туда положить-то. Ну, договорились, туда идти 15 шагов. Здесь 6. Зачем тебе временно 15 шагов делать совершенно в противоположном управлении? Зачем? Ну, в самом начале тут нужно было делать 2 шага. Тут уже было заросшее. Ну, а заросшее-то кто будет? Теперь я пришел, убрали. Ну, заросшее-то, ну, временно. Ну, заросшее стоит, еще больше туда. Вот эту всю кучу ты носил туда. Ну, здесь-то не тронутые эти джунгли-то. То, что нажаешь временно, это постоянное. Его рано или поздно надо убирать. Я пришел и сказал, прекратить работу. Давайте наведем площадку строительную. Вытащили все, что у тебя завалено было. Ты любишь завалять вещи. Тебе нельзя доверять, не перекидывать земли. Земля кидаешь, там колеса вот такие вот лежат. Вот сказал, вот здесь нужна ямка. А здесь стоит шифер, доски, камера. Ты все это заваливаешь. Я пришел, камеры нет где? А ты не знаю. А ну копай, она там лежит. У матушки пошел точно так же. А пилки там заваливает, доски. Почему ты так делаешь? Объясни. А то скажет, вы его ругаете. Я не ругаю тебя. Я в недоумении. Поясни, почему ты делаешь наоборот, чем я говорю? Твои решения лучше или что? Нет. Ну, а почему? Другой вопрос. Ты на него не отвечаешь. Второй, почему ты сразу не сказал делать? Не буду, как мне велите. Или велишь. Мне хоть как скажи. Я бы знал, поставил другого. Ты же ни слова не сказал. Я понял, что ты будешь делать. Я сказал, будешь в письменном виде, но понял, что с бумагой ходить все время за тобой легче самому сделать. С тобой никто ни на стройке, нигде возиться не будет. Ну скажут, какого дурака прислали-то? Другого имени у тебя не будет. Просто я спрашиваю, почему ты сделал так, а ты, потому что я дурак. Я тебя не называл так. Ты сам себе уже даешь кличку. Но я не хочу, чтобы таким был ты. Ты присматривайся. Вот вчера пошли на кухню, по порядку. Смотри, сколько он берет муки, как он смачивает, сколько теста лежит, сколько дрожжей там, как в печи. Он, я пришел, неправильно зажег. Зажег, загорелась, когда кладка, ее надо сразу сдвигать туда, к печи. Сразу, а не тогда, когда огонь вылетит. У него печь-то непрогретая. Она должна вся прокалиться, огнеупорный кирпич. Он тоже делает неправильно. Но я подсказал, он тут же ее толкнул. Толкнул, она уже разгорела, прогорела, и она развалилась, и ничего нет. Ну, видишь, что получилось? Я гляжу, у него там уже червяк начинает заводиться. Ты понял? Да. Почему ты сразу не говоришь, что делать не будешь? Буду делать. В армии так, тебя послали за водой. Так, ответь. За водой послали, товарищ сержант. Все. Есть за водой, да. Есть за водой. Допустим, капитан послал тебя и сказал сбегать туда-то, сказать то-то. Ты побежал, а полковник едет. Так, солдат, ко мне, полковник. Я тебя посылаю туда. У тебя другое задание. Ты обязан сказать, товарищ полковник, разрешите доложить. Меня капитан послал такое-то. Так, я капитану уведомлю, вы выполняйте, что я сказал. Вот как дисциплина. Он должен доложиться, тот должен учесть, какое важнее порушение, то или нет. А он бежит, солдат, а я полковник. Он должен сказать, меня послали генерал-лейтенанту, и он меня ждет. Полковник попятится. Почему? Потому что у него попаху могут, ну, до полковника попаха у него нормальная, а как полковника попаха разворачивается. Ему могут попаху-то опять развернуть на место. Ты это знал? Нет. Вот. Начиная с полковника, они уже шапку делают вот так вот, эту попаху. Наоборот. Богом. Ну, их много должно сеять, они уже не знают, что повернуть. Одно у нас дрюлька залеплена, у другого открыто. Один подмывается, другой нет, я уже иронизирую. Ты каждый раз говори, я понял, сделаю как положено. Понял? Понял. Ты сейчас сделай, как я сказал. Резать вот эту вот, сейчас все, граблями. Нужно садиться и вот так вот подрезать ее. Постой. Гляди, как делаешь. Ты дальше здесь стоишь, делаешь, ты вот так вот. Это трава, ее надо убрать. И ты стоишь. Я тебе так говорил? Нет, я сказал, вот так надо делать. Смотри. Ты сел, потому что земля горизонтальная, надо только корешок. Заметь, сколько я уже сделал. Гляди. Четыре раза сунул, пять. У меня трава уходит и чистая поверхность. Вот она где. Большую траву можно руками выдрать, а это вот так. На уровне земли, горизонтально. Все. Смотри, сколько. Видите, какая площадь чистая. Это как зеркало. А ты стоишь вот, крошишь ее на лапшу. Зачем это делаешь? Я показал, даешь тебе. Отвернулся ты опять свое. Видишь, какая трава большая. Ее можно было руками выдрать. Ну, можем сделать так. Вот все. Понял? Твое место какое? В каком? В каком ты здесь месте работаешь? Тут пока таскаю то, что нарубили туда. Да что таскать-то? Тут мало. Сейчас принесу грабли, граблями будешь уродоваться. Понял? Понял. Ты в воду, я тебе там пришли. Надо было в воду лезть. Ты молодой и самый высокий. Почему я тебе не разрешил? 12 часов я полезу в воду сцеплять коряги, чтобы вытаскивали. Я тебя не пустил туда. Это было во вторник. Позавчера. Почему я тебе не пустил в воду? Сказали, что я не готов. Лицо не такое. Лицо не такое. Вот кто это поверит? Вот у меня свидетели. Я посмотрел на тебя, говорю, ты не готов. Ты не с радостью делаешь. Мне это не нужна работа. Ты еще будешь здесь жить, может быть. Тебе это надо. Мне-то это не надо. Я отжил. Я уже на пороге. Я уже за порогом ногу поднял. Я посмотрел на лицо твое, говорю, в воду лезьте. Не надо. Ты должен из рук рвать. И когда пойдешь туда, сказать, если я умру, не считайте меня коммунистом. То есть везде нужно подпустить юмор. Ты же не старообрядец. А ты все, что-то куда-то отдаляется. Это не то, что не помоем. А не надо это делать. Надо быть активным и горящим. Сергей тоже не поворотный. Чуть-чуть, опять живот растет. Требуха вонючая. Так. Я поехал за гороблями, за топором. Чтобы здесь трактор не... Мы сегодня должны везти. Трактор не натолкнулся на гвозди. Так. Вот здесь вот пошире взять. Отступили маленько. Чуть-чуть пошире. Начинаешь. Вот эти. Покажи, как. Как удирать надо? Покажи. Вот, смотрим. Корень. Под самый корень. По диагоналу. Ну ты притоптал крову. Ее не видать. Ну почему ты притоптал-то ее? Ну наоборот все делаешь. Ты наоборот должен. Смотри, даже наклоняться не надо. Лопаты. Привернул ее сюда. Дальше что? И под самый корень. Как еще делать? Бить его, подрезать под... Что резать? Ну бить. Я тебе сто раз, наверное, объяснял. Бить не надо. Там может быть кирпич. Вот так поставить на корень. Вот, гляди. Все, она ушла. Кто? Да кто еще? Я только сейчас показывал. Десять минут назад показывал, как резать. Вчера показывал. У тебя ни памяти нету, ни желания подчиняться. Вот смотри. Вот репест. Ну покажи, как его делать. Как убирать. Ну нащепал? Да. Точно? Да. Так, теперь наискосок режь, дави. Сейчас чувствуешь? Да. Ну так тяни. Не отрезал, не отрезал. Фу ты. Меня всего обрятал. Ну что ты делаешь, а? Я сам вот видел. Ну при чем ты-то? Обирай меня. Да рукой. Рукой сними перчатку-то. Репей так не убирается. Скажи, что ты сейчас думаешь, когда тебе сказал убирай репей? Какие у тебя мысли? Убирать репей. Только репей. Ну ладно. Чтоб хуже у тебя не было. Я боюсь, что ты сорвешься и покатишься совсем. Ты должен быть другим. Из этого вот места выйти другим. Ты хозяин здесь. Чтоб тебе не стыдно было встретиться с тем, кому принадлежит территория. Здесь сделал ты. Ты отошел в сторону, поблагодарил Бога. Ищите недостатки. Отсюда начинай дальше. Вот этот край захватите. Там маловато взяли. Потому что трактор тут может менять направление. Понял, нет? Да. Людей, на один шаг захватите. Сергей все время заужает. Он сузил уже на полтора метра примерно. Те-то вон где они стоят. Вон проезжать-то надо. Не туда проезжать, а вон туда направо. Вон куда. Пошел. Все. А этот они вытащили. Ну пойдете, ко мне туда принесите потом. Это как форма.